Небо, самолет, девушки. На аэродроме Есюниха прошла фотосъемка проекта «Бумеранг добра. Начни с себя». Ее организаторы – девушки с ограниченными возможностями здоровья и безграничным желанием творить. 12 локаций, 12 историй и в каждой свои персонажи. На аэродроме в качестве героев 24-летний Евгений Сорокин и Антон Беркутов, чемпион мира по самолетному спорту. Их возможности безграничны, потому что это люди, как правило, очень сильные духом. И поэтому я думаю, что многим из нас, окружающим, есть смысл брать пример с людей, у которых такой сильный дух. В проекте уже приняли участие депутаты, спортсмены, а также мэр Владимир Шарыпов. Задача – показать, что даже очень разные люди могут найти общий язык, быть интересны друг другу. Данные люди через нас, людей с ограниченными возможностями здоровья, показывают подрастающему поколению, что нужно быть добрее друг к другу, к людям вообще. Проявляют на фотографиях заботу. Автографии будут совершенно разнообразные, красочные. То есть данный проект, мне кажется, тот, который необходимо увидеть многим ребятам. Евгений и Антон довольно легко приступили к общению. Рассказали друг другу о себе. Так вот просто у старенького потрепанного самолета завязались новые приятельские отношения. Не было никаких стеснений. Антон прямо сразу показал, что нечего стесняться. Это как бы прямо очень хорошо пошел на контакт. Приятный человек. И поэтому, мне кажется, мы нашли сразу общий язык. Он начал рассказывать про самолеты, как тут все обстоит, где ангар находится, где взлетная полоса, где летают, как летают часто, что делают, зачем делают, что вот это самолет из себя представляет, что другой самолет. И как-то все прям наладилось, нашли общий язык. Все фотографии, которые войдут в проект, зритель увидит глазами Аллы. Это уже не первый ее творческий продукт. Но на этот раз девушка решила воспользоваться помощью профессионала и работает в тандеме с Алексеем Куваевым. В кадре мне важна динамика. Я хочу увидеть в объективе не просто какой-то портрет, какой-то кадр, где люди позируют, уходят из кадра и забывают друг о друге. Мне хочется видеть в кадре общение человека с человеком. Когда они забывают о том, что у них камера, на них смотрит камера, они вот заинтересованы общением друг с другом, а потом, а, да, она же точно фоткает, классно. И такие моменты, они ощущаемы на фотографии. Увидеть весь проект полностью можно будет 31 марта в 16.00 в Ариш-кафе города Иваново. На эту дату намечено открытие. Организаторы ждут всех, кто ценит нестандартный подход к творчеству, да и к самой жизни. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.